Добрый день, страна! С вами Юрий Бажан, столер-краснодеревщик, токарь по дереву, блогер, хозяин вот этой мастерской, руководитель своей собственной столярной и токарной школы и автор книги современная столярная мастерская. Значит, братцы, сегодня про книгу говорим. Я решил, что пора ее продавать. Почему? Она еще не напечатана, она вот сейчас в типографии, но уже вот буквально на днях все начнется. То есть мне нужно определиться с масштабом местности. То есть сколько мне заказывать, какой тираж мне нужно издать, первый тираж я хочу сделать его небольшим и подписным. Вот. И поэтому я хочу сейчас начать ее продажу. Но немного про саму книгу. Я сделал два видео, которые были посвящены этой книге. Одно видео это оглавление, мы там обсуждали, там разделы книги. Второе видео это зачитана была глава аспирации. Значит, главы эти есть под, вернее, ссылки на эти главы есть под этим видео. А сейчас я хочу рассказать просто про книгу, то есть о чем она, собственно говоря. Вот вы знаете, братцы, вот когда я все это создавал, да, строил, готовил, там оборудование покупал, я черпал информацию вообще откуда придется. Потому что ее просто нет. То есть книги по нашей теме вообще не издавались с 1986 года. Ну, представляете, что было в 1986 году. В 1986 году я школу закончил. Какая там была столярка? Вообще другая совершенно. У буржуев на Западе таких книг тоже нет. То есть это такой вакуум получается информационный. И информацию черпаешь, как правило, откуда? Там из рекламных каких-то проспектов, там из каких-то там видео, там еще что-то там. И зачастую все эти сведения, которые вы оттуда черпаете, как бы, да, они не совсем верные, не совсем правильные, не совсем для вас. И вот в этой книге что я сделал? Я взял весь свой опыт по организации мастерской. Все вообще, что я думал и знал, все, что я вот здесь вот сделал, и все, что вообще я планирую сделать, я в эту книгу включил. То есть в этой книге есть все просто организацию современной столярной мастерской. То есть там, конечно, вы не найдете всякие разделы про ручной инструмент. Он есть, но он очень маленький, то есть и про то, как им строгать, да? То есть нет, я говорю все про современное, про то, что должно быть в мастерской, как это должно стоять, где это должно все находиться, как это должно работать, для того, чтобы вы получали, во-первых, удовольствие от этого всего, во-вторых, вы получали деньги, если вы работаете коммерчески, и в-третьих, чтобы вы не потратили много денег на эту организацию. И в этом плане мне эта книга кажется очень целесообразной. Дальше. В книге нет вообще рекламы. То есть я решил, что рекламы не будет. Сначала я хотел ее продать вот разным производителям, но потом подумал, что нет. И все, что в книге написано, это не реклама. Это реальная оценка станков и оборудований, которыми я пользовался. Которыми, может быть, буду пользоваться там в дальнейшем. И на мой взгляд, вот это очень ценно. То есть ценность самой книги определяется подходом моим к ее написанию. То есть никакой рекламы нет. То есть типа покупайте вот этот вот станок и все, и будет вам счастье. Нет, ребята, такого нет вообще. То есть общий обзор, характеристики, по которым все выбирается, то ли иное оборудование. То есть что важно учесть, что не важно учесть, какие моменты очень важны, сколько денег потратить на то и иное и еще что-нибудь. Более того, я дал там несколько схем прямо по организации мастерской. То есть все четко расписано. Там рейсмус такой, фуганок такой, там пила такая и так далее и тому подобное. И я считаю, что вот эта книга, она вам поможет даже тем, у кого уже мастерская есть. То есть может быть она где-то что-то подвинет вас чуть-чуть к чему-то более лучшему, там более хорошему, там и более может быть дешевому. Но главное, чтобы это все было работоспособным. Книга красивая, то есть много текста и много очень фотографий. Я же фотограф по старому образованию, поэтому фотографий в книге полно. То есть все процессы проиллюстрированы этими самыми фотографиями. Ну, в общем-то я много говорить не буду про нее. То есть я надеюсь, что скоро уже мы все ее прочитаем и всем будет счастье. А скажу я про оценники. То есть, братцы, вот сейчас до выхода книги в свет она стоит 1250 рублей. Что вы за это получаете? Во-первых, книгу. Во-вторых, я каждому из вас ее подпишу. То есть весь первый тираж будет подписным. Автор, то бишь я, буду подписывать каждое издание вам и отправлять его по почте. И мне не важно, где вы находитесь. В Владивостоке, в Мадриде, где угодно. То есть 1250 рублей, получаете книгу на почте. Технический момент. То есть, оказалось достаточно сложно это все реализовать. Но, в общем-то, мы будем реализовывать таким образом. Книга выходит к моему дню рождения, ко 2 сентября. И чтобы получить ее, вы переводите деньги мне на карту. Номер карты под видео, номер карты здесь, номер карты везде. Она привязана к моему же телефону. Телефон опять же здесь. 1250 рублей переводите. Пишите. С днем рождения. Имя и фамилия. Ваша. Потом на почту мне присылаете почтовый свой адрес. То есть, Рамиль Юсупов. Там Казахстан. Город там Алма-Аты. Индекс такой-то. Улица такая-то. Дом такой-то. Все. То есть, вот от вас два действия. Первое, перевод денег на карту. Второе, письмо на электронную почту. Какие-то есть вопросы, пишите на почту. Какие-то есть вопросы, звоните на телефон. Почему пишем с днем рождения? Потому что Сбербанк может мне карту заблокировать за то, что он посчитает ее коммерчески использованной. Ну, она действительно коммерчески используется. Но мы немножко схитрим. Поэтому от вас с днем рождения. Имя и фамилия. Думаю, все понятно. В общем, продажи начались. Посмотрим, нужна ли вообще книга русским столярам. Хотя я считаю, что очень нужна. Все. До свидания. Спасибо, что смотрите меня. Спасибо, что будете читать меня. С вами был Юрий Бажин. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok